Привет, друзья! Начался супер-турнир Вейконзе. Старейший, интереснейший, самый-самый вкусный состав, как всегда. Они себя уже называют Умблдоном шахматного мира, хотя раньше вроде это звание принадлежало турниру Линаресе. Но, тем не менее, 85-й турнир Вейки. Конечно, никто даже и близко не стоит. В этом году состав особенно интересный, потому что элита встречает всех самых молодых, перспективных ребят. И первый раз в жизни, наверное, мне даже не к чему придраться. Состав действительно практически идеальный. Я не вижу ни одного игрока, который не заслуживает места в этом турнире. Играет Магнус в качестве уже одного из старейших участников. Он второй с конца после Ароняна. Играет Фаби, играет Гири, играет второй шахматист мира Динг. И все молодые, перспективные, в основном индусы. Такие, как Ригаиси, Гукиш, Праг. Но также есть олимпийский чемпион Дербек Абдусаторов. Забегая вперед, скажу, что в первом туре он очень неплохо выступил. И я думаю, что Кеймера тоже не стоит списывать со счетов. Он очень-очень опасен, очень-очень силен. И даже замена в лице Пархама Максадлу, которого, кстати, Личез забанил, она не выглядит ослаблением турнира. Он, во-первых, очень интересный игрок. Во-вторых, оригинальный. И тоже далеко не выглядит мальчиком любитья. Так что будет нам на что посмотреть. Но обзор первого тура мы начнем с партии в турнире Б, в котором встречались голландский шахматист Макс Фордердам, представитель такого нового бешеного поколения голландских шахматистов, наряду с Фан Форестом. Все время какие-то у него невероятные идеи в дебюте. Очень-очень остро играет. На мой взгляд, пока не очень сильно, но тем не менее. И черными играет Слайватский чемпион. По-моему, его фамилия произносится как Пехач. Вы правте меня, если я не прав. Известен тем, что в 2020 году в онлайн-турнире он вернул ход Бориса Абрамовича Гельфанду. И таким образом получил фэрплей приз. И даже Фидео включило в Кубок Мира, мол, вернул ход, красавчик и так далее. Ну, может, действительно красавчик, не знаю. Но тем не менее, партия очень острая, очень интересная вышла. И уже с дебюта стало понятно, что что-то будет дикое. Потому что, как я уже сказал, оба шахматисты... Ну, в первую очередь в армир Дам он дико активный. Но Пехач, видимо, не уступает. Разыграна какая-то странная испанка, мне неизвестная. Но оба соперника играли довольно быстро. Уже с первых ходов аж 4. Полетел в атаку Ордер Дам. И после рокировки последовал первый знак, что что-то сейчас будет мясо. Конь Ж5. Конь Ж5. Ну, бить, конечно, не стоит. Потому что после АЖ Ферзь идет на Ж5. И, я так понимаю, это просто форсированный мат. Мат 8 ходов, да. Поэтому с одной стороны бить нельзя. С другой стороны вроде как ничего не грозит. Но усилили давление на пункт Ф7. Побил на Д5 быстро, кстати, очень пихач. То есть, видимо, это было все ему знакомо. И после ЕД пошел в Б5. Идея, видимо, в том, что на слом Б5 мы просто ходим к конь Е7. И когда такие острые позиции, в принципе, пешки нам не особо важны. Важнее темпы. Мы отвлекли слона. Мы своего слона готовы вывести на Б7. Но Д5 висит. У белых конкретных угроз нет. Видимо, поиция просто нормальная учетная. Поэтому слом Б3 последовала. Конь ушел на А5. Слон С2. Теперь грозит Б4. Коня перевели на Б7. Опять-таки. Очень все быстро было сделано. Видимо, какая-то подготовка. Видимо, первая линия компа. Мне не очень нравится при на Б7, честно говоря. Где я и где они? Ферзь H5. Усиливаем давление. Логично. Д6. Что? Д4. Это прям супер естественно. Потому что в пешке мы уже не играем. Мы уже отдали коня. Мы уже готовы идти в атаку. Нам важно ввести как можно больше фигур в игру. И пешки мы не считаем. ЕД уже грозит где-то Ферзь Е8 или Ладья Е8. Поэтому маркировка. Ф5. Конь ушел. Конь ушел. Но открыл дорогу слону. Теперь висит пешка на А6. И после ДЦ побил на А6. Макс. ЦБ очень хладнокровно. Но пока, кстати, не дурно. Не дурно играет пихач. Ферзь Ф6 подвел. Ферзя, естественно, бить ни в один момент нельзя. Потому что здесь белые просто ставят мат вот таким стандартным способом. Конь идет на Ж5. Дальше Терлодей еще на Е6. Здесь при случае, если нужно пойдет, допустим, в случае Ферзь Д7. Мы шаг даем и ходим Ладей Е6. Сладей идет на Ж6. Фигуры черных абсолютно вне игры. Поэтому так играть нельзя. Бить слону нельзя. Последовало Ферзь Ф6. После Ладей Е1. Теперь слон уже по-настоящему висит. Поэтому слон ушел. Слон Д7. Уже черный готов пойти слон Е8. В принципе, с пешкой на Б2 у них особо проблем не должно быть. Но Макс оказался не так прост. И пошел слон С3 в этой позиции. Поддал еще слона. Все фигуры белых в атаке. Даже Ладяев 1. Но она не то, чтобы в атаке. Но она на всякий случай защищает пешку и В2. Что тоже, поверьте мне, во многих вариантах имеет большое значение. И здесь единственный строго ход у черных был. Но бить слона нельзя, потому что Конь Ж5. Для этого мы и отвлекаем Ферзя. Потому что и сразу Конь Ж5 пойти. Здесь есть ход Ферзь Х6. И матов никаких нет. А здесь вот слон С3. Отвлекаем Ферзя. Ферзь С3, Конь Ж5. Ферзь идет на Х7. Неизбежно. И это мат. Поэтому у черных был здесь единственный ход. Я так понимаю, пихач пошел в Ферзь Х6. То есть, не думая, этот ход оказался проигрывающим. Как говорится, поставьте на паузу и попробуйте понять, почему. Отмечу, что ход Ж6 был строго обязателен. Здесь Белые уже должны бить на Ф6. ЖАЖ, бить на Б2. Возникает какой-то совершенно непонятный Энш. Пилю черных лишняя пешка. Но у Белых все еще атака потенциальная. Грозит Ладея Е7. Конь еще на Б7. Этот идет на Е6. Я бы, наверное, брал Белых. Компиш Нули, как обычно. В общем, непонятно, кого здесь предпочесть. Но после Ферзь Х6 последовал Ладея Е7. И вроде как суперстандартно. Но каждый раз, когда это видишь, все еще улыбаешься от красоты этого решения. Иградит Тупо Ладея Е7. Ну, не говоря уже о том, что Смом висит. На взятие следует наша любимая Мельница, так называемая. Ладея Е7 сначала. Повторил разочек. Но это такое легкое издевательство от Макса. Было это совершенно не обязательно. Но окей. Ладея Е7. Ладея Е6. Теперь если король Е8, то Ладея Е7. Ой. Ладея Е7. Король Е8. Ладея Е7. Король Е8. Ладея Е7. Король Е7. И так далее. Поэтому это называется Мельница, что она переламывает позицию черных. Последовала после Ладея Е7. Ладея Е6. Но это уже отдача всего материала. И более того, атака белых не заканчивается. Шаг. Конь еще подключается на Ж5. Градит Конь Е6. Ладея Е7 с матом. Слон Ф2. Вот здесь я, кстати, и говорил, что Ладея Е7 пригодилась. Но это уже отдача просто всех фигур. Ну и Конь Е5 типа Е6 мы прикрыли. Но после спокойного слома Б2 еще Ладея Е2 подключается к атаке. Ну и здесь стоит отдать должное Пихачу. Он пошел. Он не сдался. Хотя мат уже форсированный. А сыграл еще Ферзь Е8. Чтобы соперник продемонстрировал мат на доске. Всегда уважаю такие решения. Последовала Конь Е7. И это самая яркая победа вчерашнего игрового дня. Но в турнире Б. В турнире А у нас самую мощную партию. Она, может быть, не такая яркая. Но очень-очень-очень сильная партия. Гукиш против Динго. Динго играет черными. Давненько мы его не видели. Кстати, я так понял в интервью, что его позвали сразу против турнира претендентов. Вейк. Он сначала отказался. А потом передумал и согласился. Хотя я думал, что если ты уже отказался, второй раз тебя никто не попросит. Но, тем не менее. По этой позиции вроде у белых все крепко. Грозит примерно. Ну, не то, что грозит. Но ладья Ц1 следующий ход. Это Ц6 поддаем. Но Динго не таков. И он избрал очень важный момент. Строго единственный, по сути, момент. Если промедлить, то уже такой не будет опции. Конь Ц5. Довольно неожиданная тактика. Брать конем нельзя из слона Ф1. На ДЦ последовал слон Ц3. Позиция вскрылась. У черных два слона. После ладья Ц1 еще Ф6, Ф2, Д4. Еще больше вскрываем позицию. И после размена слон Д4 встал. Видно, что очень опасная позиция. Где-то на Д3. Потом на Ф2 подвисает. Тут, наверное, можно было побить на Ц6. По крайней мере, компиши можно было. Но после ладья Ц8 видно, что очень страшно. Связки. Все еще на Ф2. Слабость. Деталадья. Может, у черных на Е2 зайдет. В общем, не решился на эту Гукиш. А нужно было так пойти. Он сыграл Коня Ф4. И здесь очень конкретная, сильная игра от Динго. Ж5. Не боясь каких-то ослаблений. Коня Ф5. Ферсер шел на Х6. Словно в Т3 защитили коня. Ц5 защитили пешку. Словно тоже подкрепили. Ж4. И вот здесь последовал, наверное, сильнейший ход. Сильнейший ход в позицию. Сильнейший ход в туре даже, я бы сказал. Ф7, Ф5. Ход вообще в глаза не бросается. Но белые уже хотели пойти Конь G3, Конь Ф5. Если бы им удалось поставить Коня на Ф5 спокойно, то у них было бы уже не хуже. Ф5. И идея в чем, что если и Ж бить, тогда мы, например, Ж4. Слон побил. Ферсер шесть. Комп пишет даже. Ферсер шесть. Но Ферсер шесть даже более эффектно выглядит. Потому что грозит Слон Б7. Неожиданно выясняется, что от матов по большой диагонали нет защиты. Поэтому пешки бить нельзя. А на Ферсер шесть. Ферсер шесть. Слон С8. Мы выкуриваем Ферзя. Ферс пошел обратно. И Ладзе Ф8. То есть мы просто отдали пешку Ф, чтобы вскрыть линию для Ладзи. И атаковать слона. И в первую очередь, самое главное, пешку Ф2. Тут, видимо, защиты уже нет. Комп пишет совершенно выигранное бойцово-черк. Поэтому на Ф5 последовал Конь Ж3. ФЖ теперь на Слон Ж4. Ну, видимо, те же самые идеи. Слон Б7 или Ферсер шесть. И мат прилетает по большой диагонали. Поэтому последовал сначала Конь Ф5. Ферсер шел на Ф6. Снова слона уводить с диагонали нельзя. Слон Е4. Но тут просто Х5. У черных лишняя пешка. Все еще мощная группировка в центре. Б4 попытка отвлечь. Король Ф8, чтобы всяких шагов нигде не было. Ну и вот здесь последний шанс был у Гукиша. Как-то зацепиться. Он сыграл взялход, который, по-моему, я вообще не знаю, как он ему в голову пришел. Пошел А3, блин. Тебе уже мат составит, а ты А3 ходишь. Но, тем не менее, нужно было... Может быть, девайс у него неграмотно сработал. Нужно было пойти А4. С идеей, во-первых, пойти А5. Где-то зацепить структурку. А во-вторых, напасть на Слон АБ5. Вот это уже довольно... Ну, подцветно, может быть, неприятно. Но А3 супер пассивно. Вообще ничего не делает. А4 спокойно. Где-то теперь же А3 уже грозит. И Слон, конечно, супер активный на А4. Аладий А1. Ну и это уже конкретно Зевок. Здесь снова можно поставить на паузу. Найти тактику. Очень симпатично. Аладий А4. Ну, теперь на А4 мы... То же самое делаем, что и в партию. Посовел Ферзь А4. Продолжение вроде не так очевидно. За что отдалекается Слон Д3. И еще одна жертва. На этот раз это такая псевдо-жертва. Потому что бить нельзя. Слон Ф2. И теряется Ферзь на Д3. Последовало Ферзь Е6. Но это размены. И с двумя слонами против Сладьи. Эншпилл и так был бы выигранный. А тут еще и Ж3 грозит. Так что... Партия закончилась. И здесь даже ни Жев, ни Слон Ф2. Мне очень понравился ход Слон Х3. Очень понравился ход Слон Х3. И теперь король не поле Ж2, не поле Ф1 не имеет. С следующего хода забираем на Ф2. Мат в 24 хода. Сильная партия. Вот действительно сильное впечатление произвела эта партия от Нига. Гукиш, если честно, я уже об этом в эфире говорил. Мне кажется, самый переоцененный из всех этих молодых индийских талантов. Но, тем не менее, рейтинг 725 и так обыграть такого соперника дорогого стоит. Единственное, что мне не понравилось, что в интервью потом я посмотрел после партии у Динга какой-то нервный тик. Очень-очень серьезный. По-моему, его не было до этого. Надеюсь, что в Китае его там не сильно прессуют. И в любом случае, блестящая партия. Едем дальше. Второй победитель у нас игрового дня. Это Нидербеков-Дусаторов, который обыграл Раппорта. Который обыграл Раппорта. И здесь мы начнем с начальной позиции. Потому что Раппорт, как всегда, разыграл какую-то полную чушь. Генский вариант, по-моему, называется. Последовало Д5, ФЕ, КНЕ4. Одно время так, не помню, еще любил играть лет 15 назад, наверное. В этой позиции он ходил КНЕ3. Но последовало ФЕ, Ф3, Ф5, Д3, Д4. Сразу с первых ходов Нидербеков в кость идет. Очень жесткий игрок. Ну и сначала я его недооценивал немножко. Сейчас мне кажется, что он действительно очень-очень-очень перспективен. Прям на ТОП-10 заявка. Может быть, даже уже и в этом году. КНЕ6, ФЕРЖЕ3, СЛОНЕ6, С4, СЛОНЕ4, КНЕ1. Вот типичный раппорт. К 11-му ходу уже имеет КНЕ1. Но, кстати, выяснилось, что КНЕ1 здесь не так уж и плохо стоит. И, наверное, здесь в этой позиции последовало один из самых важных моментов в партии. После КНЕ3 черным удалось получить неплохую позицию. Мне кажется, нужно было сначала сыграть С4, потом поставить КНЕ на С3, поставить КНЕ на Ф4. Делать примерно все то же самое, что и в партии. Но в партии после КНЕ3 и КНЕ4 черным удалось пойти Ж5. Поэтому важно было иметь пешку на С4. И здесь пешка Е5 неожиданно провисла. По большой диагонали ничего особо нет. Кстати, для тех, кто не смотрел видео Левитова с Бореевым, советую. Там как раз эта тема разбирается. В большой диагонали, которая вроде как слабая, а на самом деле матов никаких нет. Ладья В5 пытался защитить пешку Раппорт. Но здесь поставил еще один очень, я бы даже сказал, эффектный маневр. КНЕ8 с идеей пойти С6. Выкурить Ладью. КНЕ переходит потом Д7. Пешка Е5 практически беззащитна. Поменялись. Х3. КНЕ7. Ферзь Х2. Ну, уже понятно, что что-то с Пейцей не так немножко у белых. И в итоге мы пришли к такому Эншпилю. Не форсировано, но Нагербек, в принципе, четко вел эту партию. Да, в какой-то момент здесь были шансы спастись в этом ладейнике. Отмечу один момент, что, видимо, нужно было пойти король Б3 здесь. И на ладья Х1. Скорее всего, из-за этого отказался Раппорт. Есть ход король С2. И нельзя бить пешку, потому что после Д6 ладья Х4 попытаюсь остановить пешку. Следует король С3, ладья Х1, король С2. И Д7. Нарабо повторять ходы. Раппорт вместо этого пошел ладья Х6. И в итоге Эншпилю проиграл, поскольку пешку Б отвлекла пешку Д. И даже в какой-то момент очень быстро прошла. В общем, раппорт не впечатлил. Надербек провел мощную партию. Мне кажется, что штучки раппорта, а не против игроков уровня Надербека, уже, может быть, не так хорошо работают. Такая у меня мысль на этот счет. Ну и еще один фрагмент покажу. Карлсон Ронян. Битва серьезная. Битва ветеранов. Они уже, по-моему, примерно 70-ю партию в классику играют. И вот здесь такой любопытный момент. Потому что Карлсон пожертвовал пешку. Напал на ладью. Грозит ферзь Ф8. Сыделая Ладья Д8. Просто ферзь Х8 мат. Черных строго единственная защита. А Ронян ее нашел. Пошел ферзь Б5. Защитил ладью. И на ферзь Ф8 снова абсолютно единственное решение. Грозит ладья Д8. Ферзь Х8 практически нету защиты. Но ладья Е2. Неожиданно черные переходят в контратаку. Теперь если побить ферзь Е2. И уже черные матуют. Слон Е4. Ферзь Ф3. Ферзь Е1. Куда бы король не пошел. Он будет замотован. Поэтому бить ладью нельзя. А на ладья Д8 все равно спокойно. Слон Е4. Выясняется, что у белых тут один шаг по большому счету. А черные уже готовы тоже побить. И белый король не чувствует себя в безопасности далеко. Побил Магнус. Пошел ферзь Ф7. И вот здесь надо было тоже увидеть издалека, что на самом деле черный. Белый-то толком ничего не греет. Здесь один шаг. А у черных находится спасительная контр-игра в виде ладья Е1. Ферзь идет на Ф1. Оба короля слабые. Магнус не нашел ничего лучшего. Но ничего и не было, собственно, кроме как вечного шага. Отличная защита от армяна. Магнус в турнир входит, как обычно, довольно медленно. Но верно. Но верно. И давайте еще хотел показать вам. Есть такой сайт, называется Porn Lies. Porn Lies. И в прошлом году мы делали Честнамберс. В этом году мы будем делать Porn Lies. Потому что Честнамберс куда-то пропал. И неожиданно, ребята, после первого круга, после первого тура, у нас Динг является фаворитом на победу в турнире. Не Магнус, а Динг. Потому что Динг выиграл черными. И по модели, которая рассчитывает эти симуляции, победа черными исключительно важна. Так что здесь, я думаю, будем внимательно за этим следить. Я, конечно, считаю, что Карлсон все равно фаворит. После одного тура, учитывая, что еще 12 туров рановато, мне кажется, делать такие выводы. Но два явных фаворита у нас. И я думаю, что это все очень интересно. Но, конечно, на практике, скорее всего, будет по-другому. Любопытно, что у Прага всего 0,3%. Даже у Ван Фореста больше. Я бы ему процентика 2 все-таки дал. Тем не менее, хотел еще сделать прогноз на второй тур. Мне кажется, это тоже может быть интересно. И второй тур у нас следующий. Абрус Торов играет белыми с Каруаной. Здесь будет... Абрус Торов не проиграет. Думаю, что Фаби тоже не проиграет. Ван Гу ничью. Динго выиграет Макс Адлу. Кеймер, Кайлсон ничья. Со, Арджун ничья. Аронян, Праг. Возьму победу Ветерана. Возьму победу Ветерана. 735 рейтику Ароняна, конечно. Больно на это смотреть. Гири, Гукиш, думаю, что будет ничья. И последняя пара Ван Форест раппорт. Вот здесь ничья не будет. Возьму победу Раппорта. Потому что оба супер боевые. Раппорт, правда, не впечатлил в первом туре. Но будет сейчас отмазываться. Спасибо, друзья. Следите за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok